Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я, Марина Комиссарова. Сегодня в нашей студии человек, который расскажет все о подготовке кадров для службы в Росгвардии. Это заместитель начальника управления Росгвардии Паризанской области по работе с личным составом. Полковник Дмитрий Николаевич Руденченко. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич! Добрый день! Начнем нашу беседу с того, чем же службы в Росгвардии отличаются от других направлений, какие цели и задачи ставят перед собой сотрудники. Федеральная служба войск Национальной Гвардии, структура относительно новая, она была образована в апреле 2016 года по указу президента Российской Федерации. На сегодняшний день основными задачами войск Национальной Гвардии является обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, охрана важных государственных объектов и специальных грузов и объектов на коммуникациях, борьба с терроризмом и экстремизмом, участие в территориальной обороне Российской Федерации, оказание содействия Федеральной парничной службе в охране государственной границы. Еще одной задачей является обеспечение безопасности должностных лиц субъектов Федерации по указу президента Российской Федерации. Как мы понимаем, задачи очень широкие, широкого спектра. Но чтобы служить в войсках Национальной Гвардии, необходима разнообразная подготовка, профессиональная подготовка. И на настоящий момент существует ряд вузов, высших учебных заведений. Расскажете подробнее, может быть, о том, куда пойти учиться, допустим, нынешним школьникам, чтобы затем оказаться в ваших рядах? В настоящее время существует четыре учебных заведения, которые готовят офицеров для подразделений войск Национальной Гвардии. В первую очередь, начать хочется Арабского военного института. Обучение в нем проходит пять лет. По специальности правовое обеспечение государственной безопасности. Выпускник получает воинское звание лейтенант и убывает для прохождения службы воинской части и подразделения войск Национальной Гвардии, как правило, на должность командира взвода. В последующем, с дальнейшей перспективой карьерного роста, назначением на другие воинские должности и присвоением очередных воинских званий. Следующее учебное заведение – это Новосибирский военный институт войск Национальной Гвардии. Он готовит специалистов также в области правового обеспечения национальной безопасности и в области по специальности перевод и перевода ведения. Там готовят специалистов также для подразделения войск Национальной Гвардии, охране важных государственных объектов, оперативных воинских частей, специальных моторизованных воинских частей и готовят специалистов для подразделения специального назначения и подразделения разведки. Самое многопрофильное учебное заведение – это Пермский военный институт. Там готовят различных специалистов. Это специалисты артиллерийского вооружения, специалисты связи, специалисты технических служб, инженеры и специалисты тыла. Также в этом учебном заведении готовят специалистов-кинологов. И также существует Санкт-Петербургский военный институт, в котором готовят специалистов по двум направлениям. Это правовое обеспечение национальной безопасности и специалист-психолог. Специалисты-психологи в дальнейшем назначаются, как правило, на должности заместителей командиров подразделений по работе с личным составом и на должности военных психологов. Разнообразное количество специальностей на любой вкус, для любого человека. Но при этом есть некая специфика. То есть наверняка же не каждый может поступить в этот ВУЗ. Вот какие категории рекомендуются для того, чтобы поступить? Кому можно смело идти подавать документы? Ну, во-первых, законодательно определено, что поступающий в военные ВУЗы в войск национальной гвардии должен быть гражданином Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 22 лет, имеющий общее полное образование либо профессиональное образование. Также может поступить гражданин, прошедший военную службу по призыву или проходящий военную службу по призыву в возрасте до 24 лет. Также может поступить военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, кроме офицеров, также в возрасте до 24 лет. Соответственно, гражданин должен иметь определенный уровень образования. К счастью, общая система позволяет поступать, имея определенные баллы по ЕГЭ, заканчивая школу. Также кандидат должен пройти профессионально-психологический отбор и сдать экзамен по физической подготовке. В принципе, во всех вузах основные критерии одинаковы. Единственное, что в Перском военном институте на некоторых факультетах необходимо сдавать биологию, а в Новосибирском военном институте необходимо сдавать иностранный язык при поступлении. Специфика такая определенная. А в остальных вузах одинаковые критерии для поступления. Поэтому тут проблем сложных нет. Те граждане, которые изъявят желание или заинтересуются вопросами поступления в военные вузы, в войск консельной гвардии, очень подробная информация расположена на сайтах этих учебных заведений. Можно посмотреть, выбрать для себя то направление, которое ближе. Ну и, соответственно, готовиться, в первую очередь, физически и морально к военной службе серьезно подойти к сдаче единого государственного экзамена. Я думаю, что проблем с поступлением не должно возникнуть. Если девушки захотят служить в войсках? Ну, к сожалению, на сегодняшний момент девушки могут проходить службу только в Пермском военном институте. В других учебных заведениях, к сожалению, такой возможности нет. Но я думаю, в процессе, может быть, в дальнейшем такая возможность и появится. Ну, хорошо, что в Пермском есть все равно для девушек возможность оказаться в рядах курсантов. Да, курсантами называются поступившие. А если говорить о физической подготовке, в любом случае, будь то психологи или переводчики для войск Росгвардии, наверняка физическая подготовка имеет особое значение. Есть ли какая-то специфика? Может быть, спортсменам будет легче поступить? Или еще какие-то особые условия? Спортсменам, конечно, предпочтение отдается. Естественно, будет поступить легче, потому что они имеют уже определенный и многие серьезный уровень физической подготовки. Но я думаю, что молодому человеку, который, в принципе, занимается своим постоянным физическим развитием, тоже большого труда не составит. При поступлении в институты проверяются основные физические качества. Это выносливость, скорость и сила. Сила – это подтягивание на перекладине упражнения, скорость – это бег на 100 метров, и выносливость – это бег, как правило, 3000 метров. Я думаю, что молодой человек, физически здоровый, в состоянии достойно выполнить эти нормативы и не составит ему труда особого. И теперь немаловажный вопрос о том, коммерческая или бюджетная основа у образования в ведомственных вузах. Основа, конечно, бюджетная, потому что готовят там военнослужащих. Скажу больше, что курсант, который находится на обучении, он на полном обеспечении, ему предоставляется жилье. На первых курсах – это казарменное расположение. Он обеспечивается питанием, он обеспечивается омундированием. На втором курсе обучения курсант подписывает контракт, становится военнослужащим по контракту. И для курсанта, если учесть, что он находится на полном, скажем так, государственном обеспечении, получает довольно-таки неплохое денежное удовольствие, порядка 15 тысяч более, в зависимости от его успеваемости. Еще такой вопрос возник, допустим, по окончании вуза. Может ли возникнуть ситуация, когда закончивший вуз уже лейтенантом, человек остается без обеспечения рабочим местом? Либо же это целевое назначение, и каждый, кто закончит вуз, отправится работать в войсках Росгвардии. Либо придется самостоятельно искать, либо это распределение. Как все происходит? К счастью, у выпускников наших вузов таких проблем не возникает. Каждый выпускник распределяется на конкретное место службы с назначением на конкретную воинскую должность. То есть без работы, без службы выпускник ни в коем случае не останется. То есть каждый поступивший в вуз, где обучаются будущих сотрудников Росгвардии, обеспечен еще и работой на ближайшее время. При успешной сдаче всех экзаменов, при успешном прохождении всех курсов, в любом случае каждый останется с работой. Конечно, останется с работой, с местом службы. И самое интересное в этом моменте, что законодатель его обязывает прослужить не менее пяти лет по окончании высшего учебного заведения. Поэтому на ближайшие пять лет он работой обеспечен однозначно службой. Ну а по истечении первого контракта он уже имеет право сделать выбор, либо свою службу продолжить дальше и развиваться в этом направлении, либо уже уйти куда-то в другое место и продолжать деятельность в другом направлении. Вы сами обозначили, что Росгвардия структура довольно-таки новая, молодая. А вузы уже появились довольно-таки быстро, да, получается. На базе других вузов они образовались, либо это уже новые построенные высшие учебные заведения. Расскажите, как вообще получилось, что уже у Росгвардии есть свои учебные заведения? Федеральная служба войск национальной гвардии формировалась на базе внутренних войск, которые имеют уже очень богатую историю. Соответственно, у войск были высшие учебные военные заведения профессионального образования. И на базе этих учебных заведений в настоящий момент существует учебное заведение войск национальной гвардии. Если поподробнее останавливаться, вот, например, Саратовский военный институт, почему подробнее, я сам его заканчивал. Он существует уже более 80 лет, имеет богатейшую историю, имеет очень достойных выпускников, многие из которых дослужились до очень серьезных должностей, имеют звание Героев Советского Союза и Российской Федерации. В настоящий момент все наши институты военные имеют очень достойный профессорско-преподавательский состав, дают очень обширные, серьезные знания курсантам. Поэтому говорить, что учебные заведения недавно созданы, мы так не можем. Они существуют уже десятки лет, имеют богатейший опыт свой и готовят достойные кадры и по сегодняшний день. И если говорить о том, насколько востребованы выпускники этих вузов, какая сейчас существует потребность в войсках Росгвардии в новых кадрах, скажем так, допустим, если брать наш регион? На сегодняшний день в нашем регионе войска Национальной Гвардии представлены двумя основными субъектами. Это управление Росгвардии по Рязанской области, в состав которой входит ОМОН, СОБР, отделы вневедочной охраны, отделы лицензионно-разрешительной работы. И, соответственно, нужны специалисты, которые могли бы эти задачи выполнять. Второй субъект – это войсковая часть, которая находится на населенном пункте Дубровка, занимается охраной важного государственного объекта. Понятно, что большие подробности раскрыть не могу, но вот этими двумя, скажем так, субъектами основными войска Национальной Гвардии в нашем регионе представлены. Мы ждем сотрудников, ждем военнослужащих для прохождения военной службы по контракту, в том числе и для прохождения службы в должностях полицейских, в ОМОНе, в СОБРе, в ОВО. Поэтому кандидаты, которые успешно пройдут все испытания, мы будем рады их видеть в наших рядах. И если сегодня кто-то из нынешних одиннадцатиклассников посмотрит, допустим, или послушает нашу беседу и решит поступить в ведомственный вуз, не поздно еще? Можно прямо сейчас начать заниматься этим вопросом? Либо же это значительно заранее, за год или, как вы считаете, прохождение? Потому что это же связано с прохождением дополнительных каких-то психологических... Ну, я думаю, что на сегодняшний день основная масса молодых людей все-таки свой выбор уже сделала, потому что это связано с выбором экзамена, ЕГЭ сдают. Но если молодой человек, скажем так, впечатлился нашей с вами беседой и сделал для себя выбор, и хочет стать офицером ВНГ, он имеет возможность прийти к нам в управление, написать заявление установленного образца, пройти медицинскую комиссию, точнее, военно-врачебную комиссию, пройти проверку в МВД и ФСБ, ему подготовить пакет документов, и они будут направлены в тот вуз, который он выберет для прохождения обучения и дальнейшей службы. Я думаю, мы достаточно подробно обо всем рассказали с вами. Для кого-то это станет решающим эфиром в судьбе, кто-то сделает свой выбор наверняка в пользу войск Росгвардии. У нас в гостях сегодня был заместитель, начальник управления Росгвардии в Рязанской области по работе с личным составом, полковник Дмитрий Николаевич Руденченко. Спасибо вам за то, что нашли время и пришли к нам. Спасибо вам за приглашение. Я же прощаюсь с вами до следующих эфиров. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин